Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей командной игры 3х3. И если вы смотрите её не с первой серии, то рекомендую перейти прямо к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всем же остальным приятного просмотра. А Персеполис, ты можешь обстреливать? Ну, одни, ребята, могу. Нет, а самолётами? Ну, я по имени, по которым стоит. Ну, вообще, так могу, конечно, и там больно. Ну, тебе надо танкетками где-то нет найти, вот, ну, не знаю. Ага. Прекрасный план. О, кажись, работают твои трипланы тут. Вот снизу. О, отлично, перехватываешь. Чё-то перехватывается. Чё-то перехватывается. Продолжение следует... 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 что у нас тут есть построить ты так был уверен в их силе я могу предположить что они купили самолеты блин 175 золота вот у дании 183 у индуса четыре самолета просто вот танкетку раскладывают а 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 2 Что он там пишет? Что ноли зверу, надо уйти, и он написал кисельку. Да не, спасайте там. Не понял, а почему он... А чё сбросили ход? Чё за фигня? Ну, они ждут, когда там киселёк ответит. Блин, мне уже просто позже как бы идти надо, так если ждать ещё будем полчаса. Да и у меня потом игра в десять вечера, в любом случае. Давайте сейф отложим. Слушай, а вот как ты вообще планировал танкетки? Может это я как-то хреново атаковал? Как вот танкетками тут можно было захватить? Я просто не пойму. Я думал, что, ну видишь, автократа сложно в том плане, что он покупает юниты. Я не думал, что у них столько нефти юнит. Я смотрел за последнего, вроде бы не было. Вот раз, то ли они до одного хода не давили буровую вышку, то ли ещё что-нибудь. Ну, по идее, танки и пехоты вроде бы нормально, да, или не очень? Ну да, не, но они любой юнит с одного-двух ударов убивают. Ну, только смысл. Хорошо, я убил вот у него там в начале юниты, но он каждый ход три танкетки уничтожает самолётами. При том, что он сначала твои три планы отключает, я вот прям вижу, как у тебя идёт, типа, перехват, перехват, перехват. Ну, там не перехват, а какой-нибудь, что он там, свои истребители пускает, а потом ещё бомбардировщиками мои танкетки сносит. Возможно, надо было высаживаться вот прямо Персеполису в рожу вот тут, чтобы он мог только из Персеполиса использовать самолёты. И хотя бы хоть что-то, ну, то есть у неё тут шесть самолётов, и у тебя пять трипланов. Ну, всё тогда ГГ, да? Да, конечно, ошибка то, что... Ну, я что-то думал, что они не так будут падать даже от самолётов. Они всё падают быстро. И это прокачаны на это, на защиту, на прочее, да? Я уверен, что если бы мы сразу бы в Лабову пошли, то ГГ, ну, я что-то подумал, что конкретно не нужно. Они при том как-то там где-то взаде шли по технологиям, постоянно отставали. Я думаю, ну, пока они там выйдут в стрелков каких-нибудь, ну, или пока отходит биология, мы заберем конкретно. Но они то ли Оксфорды потратили, я не пойму. Нет, так они и так отстают на пять процентов. Но эти пять процентов, это вот, считай, комбашен, железная дорога, то, что они не открывали, то, что им не надо, динамит им не нужен, да? И, наверное, военная наука и удобрение. Ну, удобрение, динамит. Вот пять этих наук, которые не открыли. Ну, а, ещё плюс электроника у них явно не открыта. И рефрижерейшн не открыта. А, ну да, да. Ну, то есть тут, как бы, скорее всего, они даже раньше выйдут в ядерные ракеты, потому что у нас уже Оксфордов нету. Но у меня будет этот рационализм закрыт скоро. Нет, подожди, в ядерные ракеты они не могут раньше выйти, потому что им, как минимум, военную науку, удобрение, динамит и железную дорогу надо будет открывать. Ну, зато им не надо будет открывать двигатель ВС и реагенет. Надо будет всё открывать до электроники, до линкоров им надо будет, у них это не открыто. Благо то, что придётся ядерки строить, как бы, если бы они их покупали, то всё, вообще, разлось. Не, ну подожди, у нас есть всё равно три лишние технологии, которые им всё равно надо открывать. Да, они раньше в лабы выйдут, но и не факт, что они эти технологии быстрее откроют. Ну, них урана может не быть. Давай как-то это... Ну, ладно, чё, давай доиграем. Ну, я не знаю, тут просто сейчас опять наберут проблемы. Построил бы фрегатов и апнул, я не знаю, что у вас там между лезом. В смысле апнул, они не достреливают до города? С радиусом. С радиусом. Алонс же построил Брандербург, нет? Ну, радиус там только два. Два, тебе же говорят, два только с радиусом, да. А, ну. Два алимпора они возьмут никак. Ну, да. Ну, мы так... Алонс просто так красочно расписывал, как танкетки всё там захватят. Алонс, я уже два раза твои танкетки просто расколошматил. Ну, да, да. Мне кажется, это упущение. Вообще. Надо было стандарт найти, и вы бы нас убили. А сейчас уже... Там где хорошие руку по мнению. Думаешь, что мы бы вас убили? У нас... Я не качал экономику изначально. Я качал всё под танкетки. Я тромку наращивал. Я не качал экономику, ты же видел многих. А, хотя у меня воля была. Ну, ладно. А вот китаец, как у нас сыграл, у меня вообще дохода никто на мне не было. Я вообще не понимаю. Ну, как, не строить здание. Как обычно. Нет, ну, хотя на самом деле у него там место не производственное, поэтому, в принципе, там понятно. Я считаю, что надо всё равно поиграть. Что это за... Ну, вот я говорю, что я, может быть, смогу там ближе к вечеру, но сейчас у меня... Я и не планировал сегодня ничего такого начинать. Но обычно просто эти командные, они гораздо раньше заканчиваются. На перестрелке, да? Да нет, на этом тоже. Сколько я играл всё время, там кто-нибудь сдаётся за банальным преимуществом. Нет, а тут просто такие правила, которые... Видишь, тут обсерватории не строить, то есть пофигу горы, не горы, да? Ну, тогда с точными правилами. Конгресс не работает. Ну, да. Где тут? Как тут возможно? Тут это если реально очень разные места. Прям у вас там всё офигенно, а у нас всё плохо. Мы ещё в начале, не знаю, заметили ли вы, поставили город на море. Я хотел на море сидеть. Да, мы увидели руины. Руины мы видели. Потом увидели волю и поняли. Хотя Возмездие пришёл и говорит, да ну чё у вас такой заплыв. Вы бы даже просто на тундре поставили вот этот внутрячок с выплывом в одну клетку, и они вас ничем не будут. Ну да. Мы бы тоже удивлялись, что вот в том заплыве там жили. Но и как? И как там брать? Ну, понимаешь, это от стилей ли зависит. Я сомневаюсь, что Нолизвер стал бы ставить города на тундре, когда у него есть город вот с тремя рыбами. Ну, я бы и там, и там поставил бы. Но надо было в волю идти. Ну да, да. Если в волю, может быть. Но уже поздно было в волю идти. И у тебя было沒 на толпеgende предыдущего因za. Субтитры построил ар 100 лет и сейчас. У меня есть леста там. Балlee���дaris врагов Six- injuries to a tremendous консульт? И у нас есть леста все вместе. Городonas, нэм快 sua computers с средвами日. Скажем. Модель двор conquists. Продолжение следует... 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 Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. 2GIS, если быть точным. Продолжение следует... 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 а сколько у тебя стоит линкор купить не подводку подводную лодку сколько стоит купить но у меня 800 есть ну возьми у меня деньги купи подлодку ну и прилогают то мне опять крик сна нет возьми но радар они не открыли так что я бы на твоей миссии с гашута может больше но даты перекидываешь а Продолжение следует... 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 Девушки забывали про участие здесь Олимпийских игр, кстати, 4 по 100 метров, но, к сожалению, вмешались обстоятельства, которые на глобусном болезни не совсем приятны. О них будет у нас возможность поговорить согласно этим, когда наступит время. Женская дистанция, ну, 4 по 100 метров. Ну, а пока мы наблюдаем правый этап уровень. Дистанция 400 метров. Продолжение следует. 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 ну в общем у меня со всеми лабами 807 науки а через два года сколько у меня у меня сейчас 700 я думаю у меня тоже где-то будет 850 ну маловато честно говоря она хотя бы 1000 пикин у меня создает 470 у меня еще 12 из двух сепаратуре а не без одной все у них уже уран есть четыре штуки у этого у перца а я тебе жуля верно отдаю наконец-то про капитана нем и чё-нибудь напишет а вот есть как раз подлодка у шашона потопили ну вот потопили и жюль верн в офиге от этого под впечатлением сейчас напишет что-нибудь и как ее потопили то ты там поплыл в проплыв этот поперся да я думал там чё-нибудь сделать но там меня уже играли слушай давай китайцы я туда бахну крепость все я уже через ход там сделаю этого как ура уран уже будет через ход все на следующий ход у нас два урана уже и через три хода еще четыре ну сразу на персиполе скидывать на деле такой сразу бы не можем еще ничего строить а с чем с того что надо проект манхэттен построить еще открыть ядерные ракеты и через где-то вот 9 10 ходов мне просто интересно насколько быстро они радар откроют вот а ну у них же остается универы до оксфорды один они точно на атомную теорию использовали второй наверно на расщепление ядра нет а и и и и и и и Продолжение следует... 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 ой тому это у алчности 10 урана ничего себе плюс еще у перца 4 у них 14 урана больше чем в два раза больше чем у нас миша дай день и капну так инженер кому-нибудь нужен а ядерки инженером не ускоряются случайно не по моему тоже нет слышишь лёша а ты сейчас новый фа сериал записываешь или нет слушай давай мы по игре будем общаться это ошибка конечно было две лишних техи всего лишь так ну клей фьюжен у них от фьюжен у них открыто так что вполне следующим ходом они могут выйти в ядерку сейчас посмотрим что-то 2000 денег у перца вы ему сказали что нельзя покупать на на может она и держит не ну не дают на ап если у человека минус по золоту идет ну а ваш либо вошли что и требовалось доказать а я что говорил мы своего сына потратили они нет вот если бы мы не открывали те две техи я уже понял я знаю если бы мы не были не шли путем танкеток ладно тогда не ну пускай счеты ну блин ты прям пускай и люди удовольствие получит пускай их очень захватит пускай Продолжение следует... 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 О, на Анандагу и по Хоквы упало. Так, видим. Да, три хода. Ну как, не три хода, сколько там еще открывалось? Три хода. Три хода, по Хоквы. Да нет. Надо же открыть, там две технологии, а не две технологии взяли Оксфорда. Там где-то пять-шесть ходов. Если бы мы первые вышли в лаборатории, мы бы, скорее всего, первые вышли. Да, они использовали Оксфорды для взятия двух дорогих тех. Если бы мы не брали Оксфордом, Камбашчин, вот этот вот. Да, мы бы выиграли, наверное. Хотя бы. Рефрижерейшн? Мы победили бы в любом случае, если бы мы в лабу пошли сразу, мы бы выиграли бы. Да, естественно. То есть тут реально, я прям был так уверен на сто процентов, что эти зарешают там пепки, а они них хрена не зарешали. И все Оксфорды на них спалили. Это шефигня, короче. Ну и тем не менее, мы даже еще не отстали от них особо там. Ну, отстали, конечно, на этот день. Знаешь, надо было, во-первых, возможно, на Дели нападать, а не на Персеполис вообще. Между прочим. Потому что Персеполис, он ровно по центру. Ему помогают и из Дели, и из Сус, и там еще где-то внутри город. То есть выбор атаки не очень. Ну и... Мне кажется, все равно бы мы ничего не сделали. Максимум, это пограбили бы клеточки. А чтобы выиграть, надо реально было идти в атомное оружие. Стеллся там какие-нибудь. То есть нормальная штука. Не, ну вот смотри. Тут раз, два, три, четыре, пять клеток для высадки около Дели. У тебя... И при этом высаживаться, выйдя в самолеты. Ну, мне так кажется. Нормальные, чтобы у тебя истребители там были. Я высаживаюсь такими двумя... Там у меня было 15 танкеток. Три волны. И пошел на Дели. А у него только шесть самолетов в Дели. Максимум, что он может отбиться. И он не автократ, в отличие от Перса. У него нету ни Химедзи, ни Красного Форта. Не... Ну, только плюс 20 от религии. Было бы. Ну, там только вторые бы истребители могли тебя тут как-то защищать. Первые были... Ну, хотя бы на высадке. А там я уже дальше лечусь, просто грабя его местность. Наверное, вот так надо было. Что-то полезли на этого Перса, который как раз заточен на защиту полностью. Да, вот Химедзи у него, Красный Форд. Ну, по максимуму прямо. И Биг Бен у него еще на покупку юнитов. Класс. А... Индусу бы не так было круто купить самолеты. А самолеты-то передать нельзя. Ему пришлось их покупать. Ну, ладно, все, закончим на этом, да? Да, конечно. Как я и говорил, тут поражение. Изначально. Понятно. Что он говорил? Я, как и говорил, изначально это поражение. То есть мы потратили три Оксфорда, на какую-то тиклиню. А у них три Оксфорда осталось. Я еще понимаю, если бы они тоже были Оксфорды свои спалили, там, как-то, Биг Буатом, то еще можно было бы продолжить. Но так как они уже ни одного не спалили, а мы их все три потратили, при том, на какую-то приогенику, которая вообще никаким боком ватное оружие никак не вклинивается. И тот же двигатель ВС, который тоже никак никаким боком не вклинивается. То есть все понятно. И тут ты ручками строишь, то есть он руками быстрее построит, чем ты. То есть ты выйдешь на пять ходов позже, и он на пять ходов раньше построит, и тебя тоже не построишь. Так что писатель? Ну, конечно. Ты выиграешь, что ли? Китаец надеется. Да. Ты думаешь, что если меня заберут в Куб, ты тут что-то сделаешь. Да нет, тут и так понятно, что надо было идти в лапу. Да, надо в лапу было сразу идти. Даже можно было и в нефть не идти. Сразу в лапу идти. Хотя на нефть они могли нас нести, конечно, даже первыми самолетами. Но это... Да не могли, не могли. Ты же контролируешь всю воду. Как бы они снесли? Чисто гашут взять, что ли? Ну да. Ну и то, я думаю, если там создаться целью, там можно было построить стены, замок, арсенал, военную базу, и они бы первым не точно бы не взяли. Плюс пехотинцев настроить, и вам бы ничего не было. Потная каточка. То есть реально ошибка. Да, и что? Ну ошибка просто. Да, да. Мы тоже сидим. Да, карта как бы наша, ну стопроцентная. Но из-за того, что я решил танкетку, вот и все. Все верно. Не, ну интересно было. Но я еще говорю, что еще тупо, что Персеполис атаковали. Потому что у Перса и Химедзи, и Красный Форд, и плюс 20% от науки. Еще можно было бы попробовать эти танкетками, то можно еще было хотя бы попробовать Дели тогда. Да, вот снизу. Ему и самолеты дороже покупать было бы. И местность такая. То есть тут Персеполису помогают и Сузы, и там внутри какой-то город, который нам не виден. А Дели что? Дели и все. Надо было Дели еще попробовать. А вы можете объяснить такую вещь? Почему вы все лабы ученых закапывали друг у друга? В смысле? Почему вы закапывали несколько? Отдельно. Анан Даги, да. Почему не одна? Потому что изначально был план раскачать науку китайцев, но китайцы не справился. Когда он мне назвал науку, у меня уже было... Я спросил, у меня было 470, а у него что-то 300. А мы уже к этому времени закапали 4 Академии Милы. Я так подумал, да ну вы нафиг, я лучше себе закапаю. Вот и все. А вон Даги тогда что? Ну мы изначально китайцу закапывали, еще раз говорю, а потом уже стали у себя. Друг к другу, я понял. Эх, агент не потащил катку. Ну там у него промки мало было. У меня промки вообще не было. Ты видел? У меня в конце 200 промки, когда у вас по 400. У меня 219. Я тоже всю игру сидел без промки. У меня только за счет столицы я хоть как-то что-то делал, хоть какие-то чудеса там забирал даже. А все, эти два города у меня беспромощные абсолютно в голых лугах. У меня в стольне всего лишь три холма, по-моему, эти два. Плохо. Физику пошли, и из-за этого чуть проиграли игру. Вы пошли физику, могли проиграть, а мы пошли и двигать рвс и проиграли. А без физики я бы себя так не отожрал. У меня счастья не было. Ну, посидел бы на нулевом росте, а потом по всему того... Я так понимаю, извиняюсь, что перебил, у вас счастья-то не было вообще. Не, нормально было со счастьем. У нас хорошо со счастьем. Да. А откуда? Ну... А, ну хотя бы не отращивали, наверное. У нас не такие большие там по 40, как у них. Да. Да, в стиле не очень мало у вас было. Просто с нашим ростом, даже у меня, у перса там, в середине горы, после построения всех, как хотел, зданий, после покупки всех пагод, и садов, все равно. Кстати, а что вы в религии сады взяли? Да, это вообще фейл, конечно. Все города на реках. Почему фейл? Наоборот. А что это? Это фейл, знаешь почему? Потому что ты теряешь две культуры, и плюс еще ты веру теряешь. Ну веру, ладно, но ты теряешь две культуры, которые тебе поможут закрыть. Культуру? Культуру, почему? Откуда культуру взять? Ну, от мечети. Две культуры, мечети. Одно счастье за то. И кто у нас эти мечети будет покупать? У нас вообще веры не было. У нас веры только у одного человека была. А в чем проблема построить святилище и храмы? Я во всех городах... Здесь более важные здания. А так сразу счастье какое-никакое. Это у вас там у всех благовония и прочее. А у нас со счастьем была беда, да? Не, я просто понимаю, что если ты не строишь святилище, и храмы, то ты не купишь мечей, это понятно. Я бы то не хрипал, что ли. А что мы так проспали с рифом-то? Подожди, мы когда первые открыли какое-то там чудо Улуру, да? Ну. Посмотрели. Осталось три чуда. Вот вообще нормально. На девятнадцатом ходу религия. Улуру в столице. Еще бы. Вот только Кайлас. Не, ну Кайлас-то не прям в первом радиусе, а в третьем, соответственно. Пока он бы и купился. Ну что, все? Да. Да. Спасибо за игру. Хорошая каточка. Да, спасибо за игру. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!